привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга это мид evil дайности в которой наконец-то исправилась погода у нас с вами весна последний день весны мы с вами гостове и это наше новое прохождение и так что у нас нам попросили доставить косу у негост в предыдущей серии и мы естественно пойдем коса у нас там напротив борово но что я хочу во-первых в борово там наша так сказать предмет наших вожделений живет ну уж не знаю насколько вожделение но тем не менее наш парень вознамерился жениться вот а какие же женитьбы без подарков поэтому вот у нас тут все друг или как его тебя там зовут неважно главное что у него есть товар у него есть товар денег нету я ему уже на продавала кучу каменных ножей теперь он будет торговец каменными ножами они экзотическими товарами а из экзотических товаров у него есть лунула я думаю что это должно растопить сердце нашей избранницы есть правда флейта можно подарить женщине во время флирта инструмент подойдет тем кто любит вечеринки но у меня она какая-то такая немножечко с прибамбасом наша невеста вернее она очень высокого о себе мнения поэтому думаю что флейта как бы она неправильно меня не поняла естественно ну и финики и всякие там покрывала я думаю что украшение она должна оценить поэтому мы его покупаем бешеных денег стоит но подожди товарищ подожди сейчас я тебе добавлю сюда каменных ножей аж 14 штук немножко мы откупим потраченное у нас по-прежнему осталось тысяча с лишним все тогда фактически можно наверное на этом с ним и расстаться до свидания для свидания с иису нам хочется есть пить всю ночь мы тут делали каменные топоры поэтому давай-ка пойдем в борово попробуем там жениться страта пораньше свежий кавалер так попить водички и заняться косой и всем прочим не просто штаг бегать надо бегать со смыслом совмещать полезное с приятным вот и естественно удивительная история мы услышали с вами предыдущей серии про нашего дядю и тут я хочу вам сказать конечно разработчики тут у них там буйная фантазия а такое обилие текста и если говоря немножко меня озадачила нужно ли в этой игре прям вот такая вот история такая история которую просто надо читать и читать это все-таки выживал к это все-таки игра о крафте а прочих таких всяких вещах но вовсе не о том как кого-то пытали хотя послушать в принципе интересно итак что нам сначала сделаю время потихий час или как ну-ка что у нас там с косой вот она и да и да что было и да вот она и да прошлой жизни и да была нашей свекровью здравствуйте я вас знаю привет и да я здесь за косой для юни госта проваливая малыш я выиграла честно смысле выиграла что за победа а это маленькая змея даже не сказала вам об этом эти фигурки подожди я не понимаю что вы имеете ввиду он только хотел чтоб я вернул косу какие фигурки а теперь это моя коса хорошо 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 так что мне сделать чтобы получить вашу косу конечно вы можете купить ее у меня или вы могли бы разыграть в игре а что за игра что же что заставил ее не просто потерять все свои деньги и косу а игра в загадки о-о-о-о так ладно просто я загадываю вам три загадки вы должны правильно ответить на все вопросы одна ошибка игра окончена вы выигрываете тогда получаете косу а если я сделаю сохранку и да ну ладно мы будем играть честно мне без сохранок так а если я проиграю на этот раз я буду с вами полегче если вы проиграете вы мне ничего не должно просто лишаетесь шанса получить косу бесплатно ладно давай свои загадки первая загадка что исчезает в ту же секунду когда вы произносите его имя маленькая маленькая девочка тишина тишина правильно ухты репутацию сколько мы сразу получили 250 готова к следующей вот она накорми меня и я живу ну дай мне попить и я умру что это огонь это еда у тебя какие-то странные загадки для детского сада а вы неплох уж куда лучше чем мистер большой кастелян но может вы не отгадайте она сможете ли вы отгадать последние слушайте внимательно я могу летать но у меня нет крыльев я могу плакать но меня нет глаз куда бы я не пошел за мной следует тьма что я ну это облако я бы сказала конечно что это воображение но у каждого она свое это облако и да чертовы сообразительно поздравляю вы выиграли дренную косу старика лучше приза просто не бывает ну спасибо за игру мне правда было весело ну вот пойдем отдадим и не густо только давайте-ка сначала с мидерико переговорим мидерико как ты себя чувствуешь сегодня утром здравствуйте незнакомость я бродила по долине трампа полом трампа папа что по поводу романтики взяла красотка это может покажаться странным но я чувствую себя как дома когда рядом с вами я могу представить как провожу с вами ночи или даже 2 у упс вот тут у меня челюсть отвисла так слушай у меня тут есть кое-что для тебя возможно вам стоит подумать о подарке получше следующий раз как подожди у меня же есть у меня жалунула есть ах так ах ты дрянь ах ты дрянь ах ты дрянь так давай делась предложение ты меня я никогда раньше так не любил я никогда раньше я мечтаю вкусе ваших губ так выходи за меня замуж вы сами не так уж плохи но я еще не готова к таким обстоятельствам требуется влияние 100 черт хочу сделать с вами то же самое что весна делает с вишневыми деревьями вот влияние исчерпана вы льстите не так ли мне это нравится а сейчас не выйдешь за меня замуж ладно good bye блин ты посмотри я им подарила прошлый раз наперсток она это запомнила а то это запомнила и сказала все следующий раз делайте подарки получше и теперь уже я как говорится даже со своей лунулой за бешеные деньги куплены я не подъеду так подожди знаешь что мне нужно мне нужно что-то собрать поесть потому что мы съели все какие-то несколько сморчков я думаю они конечно не решат проблему надо охотиться надо добывать я не знаю он не покупать же мне так ну ладно давайте пойдем отдадим косу и надо салвина приговориться там вроде как если помочь алвина он лепешку дает он дает лепешку пол мира порт царства пол пол королевства за лепешку и мы по-прежнему быстро выдыхаемся хотя у нас прокачана наша выносливость примут на все 100 так тут кстати где-то бегали зайцы а ну-ка может я сумею у меня по-прежнему еще нету лука может я сумею прибить зайчишку белки с палками я думала все жена будет с нового сезона а это коза от коза от коза ну ладно 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 коза так давай съедим что мы там съели марчка три штуки набрали так себе закуска ну вот что-то и так у негост райнар ходит маленький маленький пока еще потом брыстит будет такой жилоб знаю я тебя опять же друзья повторяю для тех кто может быть смотрит первый раз у нас есть прохождение где мы уже все выстроили все сделали и только ждем событий параллельное прохождение в другой деревне и так у негост уже вернулись да у негост у меня ваша коса великолепно были ли проблемы в пути а это вы мне скажите возможно я упустил крошечную деталь да ладно так вам угол удалось заполучить косу даса с моей смекалкой так нечего делать вообще пара пустяков а вы умнее чем я был тогда а бы были ли сомнения не будьте самоуверенны малыш любом случае у меня есть новости вас ищет самбор для меня меня ой теперь я уже даже боюсь мне сказали что он спросил о том у кого забавные глаза и глупое лицо но понятно ладно я не буду затягивать эти унижения и пойду найду его слушай а он у меня косу забрал мне хотелось конечно ее оставить себе до зараза забрал косу ладно тогда пошли искать алвина нам нужна лепешка поэтому давай-ка в дневник у не гост пока подождет самбор тоже а вот алвин давай-ка надо просто к нему прийти и спросить что там у него он на полях работает он скучает и насколько я понимаю история алвина она такая же как и была у нас в бета-версии версии алвин у тебя шляпа привет я решил вашу проблему с долибором там пацан надоедал дочки да я видел как он бегал по деревне с палкой у вас должен быть удивительный дар убеждения этот парнишка никого не слушает вы дали мне идею с этой палкой и рассказом о рыцаре кстати этот хлеб я получил от добромира в качестве извинения за поведение его брата но я думаю вы это заслужили вот возьмите спасибо она мне пригодится без проблем это самый изысканный хлеб который вы когда либо ели жена нашего костеля на готовит его в местной таверне вы случайно не знаете главного человека и не госта ну знает он знает наверняка но не совсем я провожу большую часть времени на поле наши пути пересекаются только тогда когда приходит время платить налоги ладно давай бывает до скорой встречи и так у нас репутация у нас все хорошо а мы с вами знаете куда бежим мы с вами друзья бежим вот куда если мы сейчас посмотрим наше задание так история алвина ждите следующего следующего аж следующего лета поэтому следующее лето будет у нас буквально на следующем сезоне у нас есть история с амбуром поговорить с и не на их надо вот из-за бронега нам надо поговорить а тут с амбуром поэтому дай-ка мы посмотрим иньего у нас было в 10 денется и собственно говоря наверное сюда мы сейчас с вами и переместимся переместимся бежать придется прям я суд топор в руки возьмем и побежим в наше поселение во первых я вам его покажу а во вторых мы посмотрим как там у нас обстоят дела вот бежать далековато ну наверное нужно потому как давненько я там не была у нас там два человека есть но надо проверить у них там это вода еда так тихо спокойно дыши 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 глубже ровно от 2 1 2 это другом азида здесь есть волки но не совсем вот в этом месте вместе могут быть медведи кстати я вижу это что это место для шахты я не помню чтобы раньше здесь она была нет это не место для шахты это просто так падает 7 волки немножко дальше и с полками все очень плохо пока нет лука вы бежим посматриваем о чем я и говорю конечно я построила свою деревню ну как говорится мы не ищем легких путей место красивая но бегать далеко далеко до гастовия вот ну хотелось чего-нибудь оригинальненького и этого мы с вами получили так дай-ка я сохраню все на быструю сохранку чтобы не переигрывать кучу всего если у нас едят не вижу вижу ох вижу таким невооруженным глазом поэтому давай-ка обойдем он они волки вот он и тут он побежали блин побежали так заиграла добрая музыка добрая музыка заиграл это значит за мной никто не бежит вроде нет подожди а где моя деревня то как я так подожди как это промахнулась то вот это я даю ну ладно давай попьем воды вот она наша деревня как-то матка отклонились от курса окно там дом большой дом строится который я в принципе намеревалась переселить туда нашего россимира так она ловушечка еще четыре мяса да мы получили так слушай подождите ребятки давайте-ка мы ловушку поставим еще конечно если за ней не следить с нее совсем мало получается мясо ну давайте поставим так нет и сюда вот ну и вот наша деревня вот домик моих работников придется наверно факел зажечь потому что как-то все темно у нас тут у нас лес у нас темно но домик и домик себе в общем-то уже с досками нам на крыше пока что вот это вот домик россимира пока что такие наверно мясо пожарю я на 1 нажала до пожарим все и посмотрим что у нас там творится в нашей деревушке займемся так сказать хозяйством немножко вот и вот этот вот домик мне он нравится как он выглядит он такой речной выходишь и так ой и ломаешь себе ногу чё так здесь не глубоко чешто возьми да ну ладно в общем это не про нас вот его надо достраивать его нужно делать крышу это надо доски это надо бревна этим я занимаюсь принципе за кадром поэтому как бы не удивляйтесь вот ну и остальные наши постройки хозяйственные они все у нас вот тут собственно говоря швейная мастерская это просто мастерская охотничий домик древо заготовки амбар кузня хранилище колодец и хранилище продуктов так что у нас есть ведро с водой есть жареное мясо есть ой слушайте да а чё я мучаюсь у нас же охотник вон он сколько мясо то нам настрелял отлично сейчас мы все это и пожарим наверно вот это мы возьмем а посвежее мы сейчас выложим да и лепешка у меня есть принципе вот так что все нормально надо и наверное единственное набрать воду просто у меня нету естественно никакого водовоза водоноса есть даже поля но пока что никому его обрабатывать так а здесь мы давай выложим глину мы с собой таскаем ветки нам могут пригодиться можно выложить лишнюю солому поскольку здесь у нас солома нету я ее очень-то набираю побольше с собой так вот доски они сами делают но по чуть-чуть дрова дай-ка глянем ветки бревна но все вроде более-менее дрова надеюсь что хватит кстати подожди-ка пока мы тут дай-ка я возьму пару бревен а то и три зачем а затем чтобы сделать себе копья вот так вот давай в конце концов наедимся что ли лепешка не знаю может быть доживет до следующего сезона давай питаться пока этим мясом вот а это мясо мы наверно пожарим сейчас быстренько у себя в доме а и воды наберем вот 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 немножко хозяйством и пойдем соседнее село поговорим по поводу этих самых оленя так это сделано давай сюда вот и в установках я ставила так чтобы как говорится за скорость одного куска мы жарили прямо все потому как ну я считаю что это просто непростительная трата времени ты кто освальд ты утопил оленя ты так теперь охотишься это интересный способ ну ладно озерное поселение озерные олени озерные охотники все так вот так выкладываем вот это вот все выкладывая ну оставь себе то парочку так выкладываю ведро с водой медовуху не буду выкладывать они выпьют и и все так давай посмотрим наши там более-менее счастливы нет управления ну 32 понятно у них дом надо им обмазать и так далее и тому подобное поэтому скажем так себе относительное счастье вот и вот как видите вот у нас поле тут разбитое пока ну но зато она параллельненько всем домам можно выставлять на это и был смысл ставит здесь поселение так что у нас говорят бандиты которые вот здесь прямо у нас тут за углом как уже нету посмотрите их лагерь исчез а значит смотрите лагеря не постоянные вот здесь был лагерь бандитов он исчез ну вы помните я вам его показывала я с ним ничего не делала и так мне надо денется давай сюда ставим метку нам сюда но осторожнее вот здесь вот кабанчики и не то чтобы мне надо было очень но теоретически мне охоту надо развивать давай попробуем шайса 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 блин блин чертов кабан и закончились да ну ладно да копье возьми почему я не могу его взять так свежуем кабана качаем себе охоту и у нас опять вечереет у нас сейчас кинет домой если мы не успеем так куда убежал этот зараза нет я его не буду преследовать побежали нам время дорого нас конечно покусали но мы выспимся у нас все пройдет у нас сейчас будет смена сезона так это ты и не на 15 лет мое время ценно что вы хотите подождите вы финена да а кого вы ожидали королеву почему вы зря теряете мое время ну ты такая прямо вся взрослая взрослая еще один убирать из глаз моих личинка вот эту смотри елка с палками простите меня я не с этого хотел начать наш разговор именно так я и хотела положить ему конец пожалуйста я пришел от имени собора и нет но я сказала нет его фигурки дерьмо я не получу от них никакой прибыли я даже не хочу чтобы они были у меня на складе я потеряю весь свой авторитет я знаю что они довольно грубы но разве не в этом их привлекательность вы пьяны или просто дурак ну нет я не пьян мне не нужны ваши дерьмовые игрушки он даже не умеет создавать других животных просто чертов олень убирайтесь ну я думал вы продавец куда получит чем этот ответ что вы сказали ничего если вы не можете их продать то ничего страшного твои проблемы конечно я могу их продать я могла бы продать даже долбаные сосновые шишки из лесу неудачник я просто не хочу продавать дешевый отвратительный мусор но если вы так говорите не думайте что я не понимаю что вы пытаетесь сделать грязь на моих туфлях умнее вас знаете что давайте заключим сделку если вы найдете для меня особенный предмет на которой у меня есть покупатель я куплю неряшливые резные фигурки самбура ну что ж вы заключили сделку милочка что вам нужно уникальное зелье эликсир космической мощи и откуда черт возьми я должен это достать не будьте слабаком я уже разговаривала с норбертом в баранике он сможет ее приготовить если вы предоставить ингредиенты а теперь проваливаете вы меня не на шутку рассердили ладно ладно я вернусь зельем ты посмотри какая фенена афигеть друзья история самбора у нас продолжается ладно давайте посмотрим что у нас тут еще зелье в браницы бараницы но дело в том что наверно знаете что мы сделаем до браньего нам надо с над даром поговорить давайте добежим туда я так думаю что мы должны успеть я так думаю что должны а вот это тут у нас ну не за углом но в общем то нам по дороге самбуру мы пойдем когда разберемся с этой фифочкой 15-летней которая видишь ли пальцы веером она не хочет репутацию себя портить фигурки мы же прочим классные совершенно напрасно очень даже мне понравились странно у нас стамина себя ведет вот но мы сейчас идем вот по какому вопросу барсуки барсуки носится пшеницу там не поставляют гастовию нас попросила жена юни гост это сделать вот и что уж там не так с этой пшеницы совершенно непонятно почему я не поставляют но в общем то в соседнем селе в этом как и у какого как вы зовут то в роль нице нам вроде как должны это все рассказать поэтому бежим роль лицу факел не выключаем по идее тут не должно быть волков по идее но настороже все таки не мешает быть так роль лица я где подожди почему как-то так у нас все странно а ну правильно тут час мост давай через мостик и опять мы бегаем ночами но как видите дни действительно очень быстро проходит особенно когда у нас ведутся диалоги тут у нас зайцы то просто день говорится улетает кто у нас там волк или я бы на месте разработчиков предложил бы им делать чтобы время останавливалась когда мы ведем диалоги потому что одно дело просто здрасте до свидания другое дело вам гене гост или самбор рассказывает о своей жизни это очень 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 долго а время идет все хотят кушать жизнь проходит мимо пока они рассказывают так ну вот практически уже добрались остается надеяться что они не спят те кто нам нужен так даже думая женщина говорю она даже на дар мужчина здравствуйте чем могу помочь на дар где пшеница меня попросили проверить завоз ржи а ржи который должен был так уйди женщина который должен был быть привезен в гастовию есть какие-то задержки в чем дело как он даже в гастовию не доехал это тревожно а что случилось вчера я отправил посылку одному из своих рабочих он должен был быть уже здесь ранее на этом маршруте никаких проблем не было похоже что-то пошло не так я уже и так вовлечен в эту ситуацию так что могу пойти попытаться найти его и ехал сюда из гастовии возможно я разминулся с ним где-то по дороге да потому что мы ехали по спирали вы это сделаете это очень любезно с вашей стороны надеюсь мне все в порядке ладно не будем терять время идите женщины идите и так что нам надо нам найти курьера по пути в гастовию спалками так ладно пошли искать курьера тишин может быть так уж я наверно действительно с него разминулся потому что мы-то шли вот как раз по этой дороге а там был волк а там был черт возьми волк ну-ка а вот он где ночь конечно не самое лучшее время чтобы бегать но нас так или иначе сейчас при смене времен года портанет домой у нас осталось три с половиной часа и у нас сломался факел закончился факел ладно мы можем сделать себе еще факел пошли слушай может все-таки съесть что-то я лепешку то надо было конечно выложить лепешка просто так пропадет вот чтоб мясо не пропадало и знаешь чего поскольку тут у нас волки они нас могут сожрать просто вот запросто поэтому обожрёмся сейчас с вами подорожника сделаем сохранку пойдем ну прям уже слышу я слышу я слышу кто-то бежит за нами возможно это заяц конечно но очень страшно очень страшно беги ох 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 так давай водички 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 так 300 уже метр но фактически где-то здесь должен быть прям где-то тут а вдруг там бандиты слушай дай-ка мы возьмем стопор это же всю дыхалку не хочется тратить потому что если придется нам сражаться замах топора тоже требует выносливости пока никого не вижу а я помню мы сейчас приближаемся знаете каким местам местам где была наша деревня а вот и вот здесь вот вот здесь вот лагерь бандитов это я помню прям вот как отчинашка говорится как бы как бы вот здесь вот он был по моему это там так найдите курьера то есть вот здесь в этой области я его должна найти ладно пошли по дороге потому что явно он шел по дороге до так как это не бездыханное тело нет это ветка и ночью курьера только искать вижу следы крови вижу елки с палками пошли по следам крови а я я я я я да давай ты уже господи от дышись да что ж такое то с этой выносливостью надо было ставить действительно галочку про неограниченную выносливость потому что это вымораживает вот это вот так он пошли сюда следы крови что такое то с тобой случилось вот он блин что с тобой мужик пугу помогите пожалуйста я тяжело ранен чёрт возьми вы правда стекаете кровью на меня напали не уверен что выживу вы рабочий на дара не так ли тот кто должен был доставить рожь гастовию верно вот возьмите посылку если хотите пожалуйста позовите на помощь возьмите это это должно помочь с болью держи подорожник благодарю вас странник я уже в пути постарайтесь сохранить нажим на ранее сказали мы и у нас сменился и у нас сменилось время года и я так понимаю у нас что опять это дождь опять серость дождь опять какие-то дни хотя наступило лето собственно говоря так ну что ж история добраньеги продолжается давай-ка разожгем костерчик и посмотрим что у нас вовремя мы нашли примут вовремя вовремя наверняка у нас тут все испортилось до жареное мясо 50 процентов мясо 50 но это мы пожарим лепешка испортилась а ящик деревянная фигурка лунула ящик ржи у нас с собой в кармане ладно друзья что же будем заниматься дальше этими заданиями пойдем относить ящик ржи сейчас я посмотрю что у нас тут творится в нашем хозяйстве как ведет себя народ ну народ вроде как бы в как бы вроде и ничего ну а я с вами попрощаюсь этим туманным утром увидимся с вами в следующей серии а всем кто посмотрел это я скажу огромнейшее спасибо всего вам хорошего и пока 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 они еще спят